Субтитры создавал DimaTorzok 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 Возможно, в 92-е, я не правильно А в 92-е Закончивал DimaTorzok Девчончиво Девчончиво Важно в том, что Верите, границы были Несправедливыми Начались войны В том числе в Абхазии Потом в Чечне По всей По всему берегу с России Почему? Потому что Потому что Я отвечу так потому чука потому что кто-то это все разжигал по всему период россии безусловно но если бы не было причин причин границы были адекват причины всегда найдутся кто бы него не смог разжечь все это причины ну что я верю что лучше хорошо хорошо мы обменялись мнением по этому поводу по другим вопросам у вас есть опинивать еще желание обсудить какие-то другие желание вопрос не знаю даже эти вопросы ну хорошо если нет вопросов больше спасибо за диалог как там на россии дела у вас нормально а вы откуда будете ой у нас то хорошо вы откуда будете городка у нас ровно понятно ну я рад за вас вам вопросы маша вас интересные вопросы а кто там будет на первом фото бил было можно открыть эту карту но она сейчас по кругу пойдет я тут много карты аж не не помню что вы там имели фото там карта была украина но это раздел ну разве возможный раздел украины когда это будет можно узнать ну это начали итальянцы прогнозировать в третьем году этого это было еще в одной итальянской газете они планировали к двадцатому года но не получилось значит двадцать пятому наверно а кто разделять будет эту украину ну оптимальный вариант если сама она разделится мирно как чехословакия это оптимальный вариант их как чехословакия что фига словаки случилось ну разделилась в девяносто этим году если мы не в курсах так там были два разные народы а украине что-то и здесь два разные народа на 91 год были и причем практически в том же соотношении что и чехи и словакии то есть основные максимальные народы украинцы а были украинцы а это основная 70 процентов а русских было столько же столько словаков около 25 процентов на 91 год абсолютно симметричная ситуация так для русских и российская федерация зачем им украина так вот если украина разделилась была вторая россия южная россия вот на тех землях не 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 так так у этих русских есть там знаете что российская федерация пусть они там едут а может ну это этого это ваши хотелки а муж они родились там предки их похоронены то что с этого что родились вот мы ведем вот этот как как прибалтики этот статут не гражданина и все вот когда и когда и ведете тогда тогда и будем говорить вам нужно было и уводить вину в девяносто первом тогда бы вы сразу тогда бы вы сразу территория ваша ужалась до как минимум до полтавской области с востока вот эта ошибка что они так не сделали ну так они заманивали ну смотрите мы сделали что случилось они заманивали русскую территорию в украину правильно поэтому не случилось вот смотрите мы тоже как взяли не сделают этих ли у русских не гражданами так я понял ничего так сидят под шконкой ну ясно я я в я понял его я быть понял так почему должны русские уезжать со своих земель которые по злой воле истории то есть из-за двух злодеев истории из-за двух злодеев ленина и троскова попали в украину это та история которую писал и кгб и фсб или где то я не знаю что там писала кгб и фсб я историю изучал из из британской энциклопедии 11 зданий британской энциклопедии вот мы вот и уже прошло сейчас бы карта ваша будет смотрите какую карту да вот эта карта что да ну вот карта раздела украины по итальянскому вариант так это ваши нормальные мечты в 14 году там полякам предлагали разделить успокой успокойся ладно чтобы у тебя чтобы тебя особо не подгорала я не из россии у меня россия под випеном я не из россии успокойся куда дурачок из харькова из харькова не видишь не видишь по с по этим самым по слайд-шоу у меня все харьковска идет да ты не с харькова но не веришь не надо я тебе сказал где ты живешь где живой я не скажу но на на знаниях альфа ты как тебе зовут как твое имя олег меня зовут назван на знаниях альфа милия как может тебе еще банковскую карточку дать с пин-кодом можешь можешь нету про если ты мне хочешь проверить на знания харькова открывай карту харькова из я тебя в течение секунды отмечаю то не мне только кажется ты ты же либо в рашке сидишь либо где-то еще потому чтобы так не вякал громко ну почему ваш я из бушник я могу я так много-много патриотов которые бы с тобой поговорили но это у вас но не в харькове же как у нас это у тебя в харькове харькове с вашей патриотами на всех разговаривали пока пока аваков не подавил русскую по помнишь когда там подавили харькове я помню 14 марта потому что аваков спецмаз прислал ягуар виниц ну вот видите как хорошо а вот до этого а до а теперь аваков я все уже история а да а до этого с ягуара гоняли ваших укропатриотов и и и и морден били посмотри у меня на канале есть видео хакер 1 марта наберешь харьков 1 марта а как твое видео как как твой канал на я что это найдешь и тебе называют название видео канал на зверь у меня когда на рутубе зачем он тебе нужен какой канал у тебя на рутубе ты ж на рутубе у тебя заблокирован на рутубе на яндексе а видео найдешь она тебе будет показывать а видео найдешь и а так а канал как называется человек закись азота найдешь как как называется закись азота я тебе отвечаю свой канал и же цикливый какой я тебе отвечаю взять эти по-честному сказал ладно найдешь наберешь закись азота ну набирай еще где-то в канаде сидишь там и пиздишь набирай сейчас посмотришь ладно это не важно где я сижу важно что это пиздота в канаде сидишь да оказывается поэтому ты такой тут тут такой смелый но поэтому нормальную страну демократической думаешь там и русский мир будешь тут я там не думаю зачем в канаде русский мир ты же в канаде сидишь что ты пиздишь тут ну сейчас я в канаде нахожусь на и что но я в данный момент в канаде это так само как мы этого шария сейчас вот отправили назад украина на красно окраса едет домой вот видишь уже уже отправили что ли ну да да прямо уже едет в поезде да ну вещь такая он потерял политическое убежище который имел моей стране так что он европейском союзе уже персона ногра ты чё из испании что ли так он же под литовскими документами там жил а так ты из литвы что ли конечно из литвы а мне сказал из ровно черт тогда врешь то я сказал из города каунас а ну извини я не расслышал ну я был я в голове привинулась ровно я не знаю мы хорошо из города каунас ну я ну а чё у него у него политические убежища кроме литвы на на еще в испании есть так так не может быть двух политических убежищ в европейском союзе но почему одно закончилось она же не экспайр может быть она же не речь она же нервировали она но тем более не вот а по какому предлогу должны дать душа его преследует у кронаций кипа такого его преследует его никто ну ладно бог шарьем ты не скажи ты-то чё так же на демократическая страна его там ждет теплая камера это хорошая это хорошая анекдота додима катистика она не скажи если ты из литвы а чё ты так за украины топишь если ты из литвы страна ну как вас и сегодня ваша потом по потом поругаетесь ваш братский народ это латыши эстонцы во и финны ну и украин вот а украинца с какого бы украинцы с какого бокова жили или нет жили вот видишь ну мало где жили жили да ну тогда вы были на коне украина должна пойти европейскую семью как мы и пыгнули поляки впрыгнули но не вся ж не вся ж территория современной украины было вкл правильно основная часть но не вся вот харькова там не харьков не входил вкл а западная а западная часть харьковской губернии сейчас вы когда украину расколе тогда войдет я не спорю да тут все а может а может хоть и и то государство которое образуется на востоке украины тоже найдет может может правильно я понял чё но каждый да какая разница из канады хоть с антарктиды это с тем более в твоих интересах расколоть украина него это же твоих интересах в том числе ну смотри я тебе объясняю логику может согласиться ты вроде мужик такой думающий у своей украина по сравнению с латвии довольно большая страна так и если вы будете образовывать союз типа вкл да уже не будет литва как как вкл она будет не будет главной а будет второстепенной и литве вот эти маленьким странам литве эстонии не выгодно чтобы были очень большие государства и их нужно поменьше чтобы была не одна украина вашему вкл и новом а там четыре украины они будут маленькие такие же как и вы и вы будете на равных я аналог new к и вы будете на равных вот в чем твоя логика ну так послушай я о вкл и даже не говорил вот ты же сказала вспомнила вкл и сначала я вижу что знаешь историю молодец да нет нет я говорю что украина впрыгнет европейскую семью но кроме европейской семьи есть еще более тесные союзы которые вы прогнозируете вот союз там наших стран трех тесных союзов не надо есть европейская семья 27 стран украина будет 28 в европейский союз сейчас он есть потом он разделиться потому что неравные условия а какой смысл ему разделиться потому что есть отсталые страны которые там германия с францией кормят и за счет своего населения им выгодно иметь западно-украинский союз западно-европейский союз я сразу отвечаю тебе тут твой этот аргумент совсем не работающий им невыгодно раскалывать европейский союз потому что это самый большой экономический блок во всем мире правильно и я продавать свои автомобили нужны рынке они у них рынка и другие страны у них рынки были до ес они продавали очень хорошо и тот же mercedes продавали вели по всему миру и вы было дорого и бмв еще все были а сейчас пошли нету значит пошлины босс бот на минимуме если будет два союза западно-европейские и восточно-европейские а может между ними и пошлины будет будет нет таможенный союз не было бы никаких никаких пошлин вот поэтому вот украина как 40 миллионный народ со своими руками со своим количеством людей для европы очень нужен ну как ну как рабочих земли как рабочая сила я согласен но для этого и медали рабочая сила и как земля и как большой рынок для этого и мы дали безвиз чтобы они облегчить миграцию рабочей силы для этого им дали безвиз но для этого не обязательно быть членами братья вес потому что и так едут с украины работать если бы не ехали оставили условия мы поедем только если мы будем вес другое дело они так едут достаточно видишь какой-то умный ты сейчас тут рассуждаешь а прикинь 15 лет назад больше была такая бедная да не больше было и при совке было бы жили богаче чем в ссср в польше ой бля только не рассказывай мне позже в 90-х похуже жили до в 90-х а восьми а восьмидесятых больше жили получше чем да а вот сейчас вот поэтому польша поэтому литва имеет поэтому другие страны имеет 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 цель украину посадить европейский союз больше просто выхватили джек-пот я очень хорошо извините двадцать пятом году нет но я думаю до 30-го года украина захватит тоже джек-пот ну больше джек-пот я не виду что польша очень хорошо башляли а ты сравнивать джек-пот будет для украины а с чего ты решил что украина будут башать болгарию не башляют болгария живет беднее россии сказал что не башляют ну потому что посмотри средней зарплатой бал и уровень жизни болгария хуже вас живет хуже россии почти как украины один уровень чуть получше чем украина но нет посмотрите зарплата выше чем на россии но сейчас может и выше а в тринадцатом году было ниже ну так так она развивается на россии то снижается ничего нет на россии просто за счет падения нефти было обвал рубля ну в канаде тоже было только меньше степени до бал доллара на 15 процентов у нас опустился из-за нефти а в тринадцатом году в россии уровень жизни был выше чем болгария сегодняшнего дня на россии обвал зарплат но я не знаю там что на сегодня я знаю курс там 72 а был 32 в тринадцатом году вот когда был 32 в россии уровень жизни был выше чем в болгарии какая не а всего на россии а причем минимальный запад это не критерий ты беремендианную это очень большой критерией то пока показывает что может государства не этот они показывают дело в том что в россии это показывает в россии ведь объясню в россии маленькая минимальная заплата этом род назвать поскольку среднему классу в россии невыгодно чтобы она была большая выгодно чтобы она была маленькая. Почему? Потому что в России все штрафы, они отчисляются кратностью мрот. Поэтому повышение в рот невыгодно. Будет протестовать средний класс. Вот штрафы за превышение скорости, они идут... Путин сам озвучил средний класс. Это те, которые зарабатывают 19 тысяч рублей в месяц. Ну я не знаю, что там Путина... Это ж вы Путина слушаете, я его не слушаю. Я просто знаю... Мы же этого хуела слышим и смеемся. Я знаю ситуацию, я тебе объясняю. Поэтому среднего класса в России невыгодно повышением рот. Не нужен средний класс на России, правильно? Я тебе наоборот говорю. Ему невыгодно повышением рот. Вот ты опять по кругу пошел. Ладно, у тебя есть еще вопросы ко мне какие-то интересные? Да, конечно. Есть же давай. Давай, можешь. Хышь отсюда, давай. Есть что? Нет вопросов? Закончились? Из Канады сидит, он расстреляет Украину. А чего тебе? Давай. И тебе выгоден раздел Украины. Вот ты подумай над моими словами. Да, мне не выгоден раздел Украины. Ну как, смотри. Еще раз я тебе объясняю. Смотри, вот ты... Мне вся Украина нужна Европе. Зачем они у тебя вся? А если будет пять Украин и все будут в Европе, чем плохо? Больше народа, больше земли. Ну я же тебе еще раз повторяю. Вот допустим, Украина разделится на четыре части, да? На четыре. И все четыре части уйдут в ЕС. Уйдут в ЕС. Я думаю, еще Кубань нужно прицепить. Кубань, и все, по Волжье, я понимаю. Кубань, Таганрог. Ты меня не слушаешь. Воронеж еще нужно. Воронеж еще в Украину нужно. Вот смотри, вот тебе вопрос серьезный. Серьезный вопрос. Смотри. Вот Украина, допустим, делится Украина делится на четыре части. И все части... Да, Украина не делится. Ну я тебе водную даю гипотетически. Иди, иди, выпей таблеточку. И все они идут в ЕС. Иди, выпей таблеточку. Ну ты, блядь, как нон-стоп. Иди, прими таблеточку потом. Посмотри, все части идут в ЕС. Чем тебе плохо? Иди, прими таблеточку, потом приду проверю. Давай. Ты там держись. Ну, а Башни, ты мне ответь на вопрос, потом уходи. Да, ты помирай. Давай. На вопрос ответь, потом уходи. Чепушило. А за себя он был совсем не разговорник. Да, дурочка валяется. Разговаривали, разговаривали. Он так говорит. Воронеж передали. В 1922 році. Воронежскую область. А в 1922 году Львівська область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не было еще. Ну, еще раз зафиксировали, Петр. Зафиксировали то, что я сказал. В Татарстане. Не надо. В Татарстане нет ни одной школы с татарским языком обучения. Это факт. Это факт. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах него правды, ловный грош. А народ, что он под себя что-то ставит, что он созидающая часть населения, что у него ответственность за происходящее, что он определяет и понимает политику и внутреннюю, и внешнюю, и дипломатическую. И он берет на себя ответственность. И вот суть в том, что когда он берет на себя ответственность, и их становится таких людей как минимум не один. И по конституции еще раз заявляю, власть Харьковской области четвертая и сильная. Мы не позволим никому учиться жить. Я благодарю вас. Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Гмолской области. Будет только Харьковская область. Вот и мне улица родная. И в небо году дорога.